привет всем это юля я вас приветствую на youtube канале емеля нитин очень аппетитно вас картинка на экране это мой последний заказ ой нет не последний крайне я надеюсь еще будут заказы пряжа надеюсь еще буду вязать дальше это вот то что я сейчас хочу вязать мохер и хлопок трудно мне сейчас даются видео как-то времени не так много остается в связи с ситуацией но я очень хочу рассказать что у меня тут получается поэтому будут на экране клубки а меня будет нора поменьше посмотрим вот сейчас вам расскажу у меня здесь два вида пряжи это хлопковая ой хлопковая и мохер на шелке наконец я добралась до джемперов и все уже купила даже пряжу ну сейчас обо всем по порядку это у меня уже мохер начался давайте я начну вот наверное все таки с хлопка что касается хлопка я заказала хлопок мерсеризованный долго искала производителя не выбирала какого-то особенного просто очень хотела подобрать красивую палитру в которую бы я смогла спокойно выбирать ну вот цвета ассортимент чтобы она была красивая взрослая не детская не слишком яркая именно этот производитель меня удовлетворился гавайи я уже вязала из этой пряжи кофту футболку точнее сейчас покажу вам ее на экране и признаюсь я ее распустила вот один из клубков этой пряжи все-таки не стала ей носить распустила и буду из той футболочки добавлять к новому джемперу надеюсь мне хватит пряжи я вот беленьких заказала 4 1 кофейный 2 зеленых и 1 розовый я поняла что я наверно то человек который любит сочетать цвета в изделиях трудно мне вязать однотонные хотя мне нравится не на вид но посмотрим в общем видите я и для джемпера взяла два цвета для мохерова и для хлопкова вон тысячу миллионов цветов но я считаю что я правильно сделала подбор потому что когда клубочки пришли заказывая их удаленно как вы понимаете сейчас только так то по сочетанию цветов смотрите какая красивая гамма получается то что надо очень не хочется его сделать таким неординарным радостным таким прелестненьким чтобы получился давайте расскажу про номера цветов этот кофейный номер цвета 3861 розовый румяна знаете такая пудровый розовый 152 и вот такой немного ментоловый 503 это все мерсеризованный хлопок весь 50 грамм 120 метров я уже вязала из такой пряжи повторюсь и мне нравится вот именно такая толщина пряжи и в мире нос я часто выбежать выбираю 50 на 125 здесь 50 на 120 постараюсь его вязать не очень плотный потому что футболка которую ранее вязала получилось мне плотно вот они рекомендуют три три с половиной попробую я на три с половиной и свободника вязать может быть на четверке посмотрим что будет и сейчас я покажу чтобы я хотела в эту схлопка ну это знаете такие наброски у меня я еще делала до этого рисунки я вначале хотелось взять вот такую футболку когда в разные стороны идут диагональные направляющие хотела попробовать делать вытачки чтобы была прилегающая кофта но поняла что все таки из такой пряжи это плотный хлопок достаточно и нет смысла делать прилегания какие-то отмела эту идею потом да вот такую какую-то свободную футболку хотела уже не с регланными линиями а с прямыми вточными рукавами но пока эта идея осталась на будущее не знаю буду ли вязать такую но наверно буду посмотрим пока у меня примерно здесь так я очень очень быстро очень от руки на коленке что-то начиркала не буду перерисовывать джемпер пока я буду вязать образцы джемпер в котором сочетаются цвета на манжетах и вот впереди я хочу вязать регланом сверху и вот впереди как бы на передней части джемпера но не детали чуть вы чуть ниже груди чуть выше талии будет заканчиваться сочетание цветов и хочу как у лапа пейсы вокруг по горловине свободную горловину хочу вырез сделать тоже сочетание цветов и по всей видимости придется делать жаккард жаккард тогда будет вот здесь и по кругу кофты я свяжу образец посмотрю насколько будет высокая плотность с такой пряжи вообще вода хлопок жаккард на хлопке ну посмотрим не знаю посмотрим и если не получится жаккарту буду делать полосы полосатые будут делать детали вот такие у меня намерения по вот этому хлопку я вообще в начале хотел вязать мохеровый и видите его начала не могу вязать две вещи параллельно мне не хватает вот этой скорости темпа когда ты вяжь одну вещь и ты набрал как бы скорость вязание понимая что у тебя одна вещь там выходит через неделю две вещи это уже проблематичные для меня это получается очень долго поэтому вначале я выбрала мохер потом буду вязать хлопок но ситуации свои коррективы привносят и сейчас покажу про мохер и так по порядку я заказала 6 мотков по 3 мотка двух цветов вот такого розового и бежевого цвета бежевый цвет номер 6039 это silk мохер мохер на шелке без люрекса и розовый цвет 72 59 нашла свой черновой эскиз здесь конечно изображена прямая пройма здесь хорошо видно но решила все-таки вязать регланом сверху регланом сверху и начала этот джемпер хочу сделать верхнюю часть по плечам и по горловине вот такого нюдового цвета бежевого и дальше сделать полосатый махеровый джемпер или до конца полоски или фрагментарно как здесь я показала и либо на груди на рукаве но видимо это точно не мой случай потому что здесь явно для вточного рукава с прямой проймы и сочетать вот видясь выделена одна верхняя полоска более яркого цвета с нейтральными вот этими полосами связь с этим я сделал образец на основе той пряжи которым есть наличие наличие у меня оставалось такая же пудровая это лана гросса и розовая лана гросса это у меня мохер коричневый от drops это голубой немножко тоже на на гросса вот у меня были проекты и остались матки я осталась максимально близко подобрать похожие цвета ну и понятно что через экран не стала брать лана гросса потому что что-то мне дороговато мохер это удобно очень пряжа для перевязыв а надо трудно расплетается но просто нужно под руками держать ножнички чтобы разрезать иногда пух и даже если нитка порвется или вам придется отрезать очень легко это пряжа сплетается вообще никаких неудобств не доставляет так вот связала образец подобрала цвета по горловине он сидит этот джемпер ну не плотно и не слабо ключицы слегка оголены и вот я связала до того места где я должна уже вводить полоску где я планирую и немножко связала из той пряжи которую я приобрела и вот этот розовый как вплетается бежевые оттенки тоже немного разные да видно и в общем розовый другой он в принципе сюда хорошо подходит но не для той истории которую я хочу изобразить так вот на чем я становилась стилистически сочетание стоит таким образом чтобы розовый не сильно выделялся на фоне вот этого пыльного но получился он здесь несколько ярче и вот не знаю оставлять его или нет при такой ситуации может быть не делать сочетание коричневого голубого делать только розовым надо подумать я посмотрел на сайте где покупала пряжу сейчас кстати подробнее расскажу про магазин где покупала пряжу и там есть ланагатовские тоже мохировые моточки нежно нежно сиреневого цвета и нежно голубого я думаю он даже светлее чем этот которым есть там голубой в наличии но пока и решение не приняла вот может быть вы мне подскажете как лучше я пока все оставила на паузу хотя мне и очень хочется уже продолжить или с этим джемпером а может быть не стоит гнать лошадей или уже сейчас мне взять пряжу или дождаться когда откроется все магазины и самой прийти и посмотреть воочию сочетание а так у меня отличный получился росток на мой взгляд еще конечно посмотрим что будет когда я довяжу уже до подмышек и провяжу немного объем по туловищу и по рукавам расскажу немного как я вязала росток ростовки вязала следующим образом я распределила петли по рукавам и по переду здесь меньше спинка в рукавах верхних двух третьих который ближе к спинке дело поворотные ряды в нижней 1 3 по прямой вышла на перед и здесь я сделала прямых петель по моему 11 и росток увязала вот в этой части довязывала здесь мне было шесть поворотных рядов и здесь 7 вначале я вывязала горл вывязала горло для 53 в окружности но я не влезла потому что голова у меня 56 и как бы почему это не ушла ладно в общем я распустила начала ну немножко я уже связала тогда распустила и сделала окружность горло горловины 56 то есть голова мне все пять с половиной я сделал 56 и сейчас так спокойно надеваю горловину и в общем я остановилась на том уровне когда у меня сейчас вот эти части по рукава чуть-чуть спадают как бы с плеч и я уже хочу вывязывать полосу так вот и до того уровня пока я вывязывала росток я делала прибавку по регланным линиям в каждой в каждом втором ряду далее я сделала расчеты как бы я могу отдельно об этом рассказать если требуется я сделал стала делать прибавки где-то от этого уровня в каждом четвертом в каждом четвертом ряду вот здесь прибавки не в каждом втором в каждом четвертом вот так выглядят либо прибавки главной линии сделала их просто из двух лицевых петель не стала делать декоративные специальный мой выбор вот в общем осталось только сделать сочетание цветов и дальше продолжить нет у меня другого зеркала в котором хорошо бы все было видно но бы было бы светлое поэтому будем снимать здесь смотрите верхняя часть моего джемпера вот так сидит горловина вот я начала его вязать довязала до плечей и здесь я хочу пустить эту полосу мне очень нравится что цвет хорошо перекликается с цветом кожи вот так выглядит прибавки не очень сильно видно что это каждая четвертая прибавка что могу сказать я пока еще эту пряжу не постирала и вот надела на голое тело могу сказать что пряжа не колючая если кто-то сомневается в ланагатовском махире на шелке то он не колючий потому что я немножко переживала в одну нить махировой я ни разу не вязала не надевала изделий поэтому для меня это тоже такая такой эксперимент поэтому все в порядке на самом деле ничего не колется так что вот такое начало джемпера я думаю все будет хорошо объем должен быть у него не очень большим будет легкое прилегание и отсюда же должны пойти полосы ну примерно так включение закончено время все расставляет по своим местам каждый из нас остается при своих людях ненужные знакомства всегда уходят на второй план и прекращаются каждый из нас занимается именно тем делом которые ему приносят наибольшее удовлетворение удовольствие потому что никогда не хочется тратить драгоценное время на то что тебе уже не интересно или не нужно или наскучило вот я люблю вязание я этому уделяю максимальное количество времени я раньше любила рисовать ну я сейчас люблю рисовать но и понимаю что отвязание гораздо больше прикладного какого-то применения потому что ты связал это муж это надеть те места которым посещаем тоже какие-то ты прекращаешь посещать куда-то ходишь постоянно и я хочу поделиться с вами одним магазином который я постоянно хожу покупаю там пряжу и вы знаете что я ничего не рекламирую никогда не не про кого не рассказываю рассказы только про пряжу но вот с этим магазином у меня связана такая давняя история я еще ходил от магазин до их переезда когда они были в москве на измайловской теперь магазин переехал на курскую магазин называется пряжа . су и с этим магазин нету связано честно скажу только приятные эмоции ни одной нет негативной почти все проекты которые увидите ли у меня на канале связаны с пряжей именно из того магазина замечательный сервис не очень понравился потому что там всегда вас услышат примут ваши пожелания очень кстати говоря удобный сайт если вы никогда не заходили на их сайт и наиболее качественно цветопередача именно у них на сайте поэтому обратите это на самом деле внимание это очень очень важно так вот с этим магазином мы решили установить прямую связь сделать небольшую коллаборацию и приятный комплимент ну для моих подписчиков и вы с этого момента вот с выпуска этого видео по 18 июня можете получить скидку по промо-коду юля имели внизу под видео я напишу как этот промо код звучит вы можете просто его скопировать внизу в инфобоксе и этот промо код дает вам скидку пять процентов до 18 июня кстати говоря эти пять процентов суммируются с вашими накопительными бонусами и может достигать скидкой десяти процентов поэтому это приятно всегда промо код распространяется на все виды пряжи это и биби биби и ализе илан агата вот мохер и пряжа фирмы катя и семеновская пряжа и сиамы многие многие нам нами полюбившиеся и мной пряжи вот так что вы можете воспользоваться этим промо кодом и порадовать себя на ближайшее лето кстати говоря не за горами все таки я надеюсь солнышко и вот я надеюсь я себя тоже порадую шляпка какой-то ну по крайней мере не но есть не себя то своего ребенка точно вот так что вот такой небольшой у меня включение рассказала вам про промо код и кстати говоря у них на сайте постоянно действуют скидки постоянно есть какие-то акции сезонные распродажи можно просто посмотреть во вкладке распродажи и выбрать там пряжу и пряжи всегда много распродажах и самого разного ассортимента и производителей вот так выглядит моя тетрадь вот эта страница посвящена этому джемпер общем там пересчитывают пересчитывала это прибавки которые я сейчас делаю в регланных линиях в каждом четвертом ряду расчеты по ростку в общем 10 такая серьезная проведена математическая работа если хотите я могу в другом видео отдельно посвятить расчету моего ростка это конечно не изобретение велосипеда и не уникальная методика но это тот случай когда можно сделать объем по туловищу и по рукавам ровно тот который вам необходим они делать прибавки в каждом втором ряду и у вас получится там супер оверсайз джемпер чуть ли не с мышиным рукавом с рукавом летучие мыши а вот кстати вот хорошо видно джемпер надо же я забыла вот так я планировала сделать яркую полосу дальше распределить полосы по джемперу да вот даже видите рукава стояла частично без полосок но посмотрим почему это казалось прямой промо потому что здесь нет возможности примерять до вяжешь отдельно полочку точнее там перед спинку отдельно рукава пока не сошьешь не примеришь не поймешь и плюс ко всему я очень не люблю поворотное вязание терпеть не могу детский джемпер который я недавно рассказывал в предыдущих своих видео вот так у меня планировался с пуговками не стал делать пуговки мои замеры здесь и дело кстати в этом джемпере в каждом втором ряду прибавки это капюшон есть у меня на странице расчет и как вязать мастер-класс полный это мой мои куколки какие-то мои проекты вот тоже размеры капюшонов я делала расчеты это нитинги тоже есть мастер-класс по моему меня да он в платном в платной версии на раввлере это шарф также на раввлере есть мастер-класс это детские варежки связала это мои варежки и это вот джемпер который связала дочери то также я о нем рассказываю на своем канале ссылку поставлю на это видео посмотрите если вам интересно там связана верхняя часть вот именно как он изображен здесь так его связала верхняя часть полосатая с прямой проймой и все везде лицевую гладью и для того чтобы можно было его удлинить рукава связаны сверху вниз я тоже набрала подняла петли с проймы и просто взяла по кругу насколько возможно везде применяю круговое вязание спасибо всем за внимание удачных всем хороших проектов и до новых встреч подписывайтесь на мой youtube канал на домашний канал надеюсь вам интересно что я рассказываю если хотите что-то узнать новое пожалуйста пишите в комментариях и задавайте ваши вопросы всем пока